Здравствуйте! В эфире программа «Тема дня». В гостях у нас сегодня начальник отдела социально-гуманитарной работы и психологического обеспечения главного управления госслужбы чрезвычайных ситуаций в Одесской области Майя Горенько и старший психолог службы Ольга Булгакова. Майя Михайловна, Ольга Вячеславовна, здравствуйте! Здравствуйте! Мы сегодня говорим, наверное, о профессии с самым высоким уровнем стресса, связанной с опасностью, профессия спасателей и о том, как эти люди справляются с этим стрессом, ведь на самом деле это может быть полезно любому нашему зрителю, потому что в нашей жизни стрессов очень много. Так вот, как с ним справляются те, кто с ним сталкивается ежедневно и как вы в этом им помогаете? Ну, начнем, наверное, с того, что понятно, что профессия спасатель входит в десятку самых опасных профессий и профессии, которые являются самыми стрессовыми профессиями, потому что каждый день человек, когда приходит на работу, он сталкивается с опасностью в виде тех же стихийных бедствий, то есть это самая главная опасность, это опасность для собственной жизни, которая вообще существует и которая приводит к самому большому стрессу. И также перед его глазами проходит смерть, гибель, травмы людей, человеческое горе, это по уровню следом следует. И это повседневная работа, то есть сердце грубеет и перестает на это реагировать или это накапливается? Ну, во-первых, давайте продолжим вот этот момент, потому что мы, если берем обычных людей, да, то говорим о том, что если человек хоть раз пережил угрозу собственной жизни, да, или видел смерть другого человека, ему уже нужна психологическая помощь. То есть это, да, а эти люди, они каждый день, выходя на работу, сталкиваются с вот такими стрессогенными ситуациями. Естественно, отбираются, есть такой психологический отбор, профессионально-психологический отбор, и, соответственно, ну не каждый человек пойдет на эту профессию и будет пригоден на этой профессии, даже если он имеет очень большое желание. У нас есть такая поговорка, что именно настоящие пожарные спасатели определяются в течение первого года работы. То есть люди ломаются и уходят. Да, или они понимают в течение первого года работы, что это не их работа и профессия, несмотря на то, что там, например, были династии, или им очень сильно хотелось принести пользу человеку и спасти, да, помочь жизни людям. Но потом те, которые уже остаются, они уже остаются, в принципе, практически все время. Ольга Вячеславовна, вот у вас в ведении аварийно-спасательный отряд пиротехников и водолазов, я правильно понимаю, то есть одни взрывают, другие, пардон, трупы достаются дна. Вот, то есть как они справляются с этой работой? Наверное, бывает такой момент, когда человек говорит, что больше я не могу больше. Вы знаете, немножко, наверное, не так. Люди, опять же скажу, есть направленность, в основном мотивация спасать у человека. И он работает и работает, продолжает работать. Он иногда может уставать физически, но потребность спасать, как правило, не проходит. По физиологическим, да, допустим, особенностям, потребностям в адреналине и так далее, уровень потребности адреналина стабилизируется или даже снижается, он уже не повышается. А является ли это опасностью для самого спасателя, когда человек привыкает к опасности, привыкает к тому, что его работа опасна, и, собственно, наверное, он может, возможно, он более беспечно относится к ситуациям, которые складываются у него ежедневно? Ну, конечно, это может быть, но для того и работают психологи, во-первых, которые осуществляют наблюдения. Да, также у нас идет вот такое вот наблюдение, это и начальники караулов, и начальники частей, которые непосредственно сталкиваются с людьми постоянно и наблюдают за этим человеком. Плюс к этому может наложиться дополнительный фактор. То есть, например, у человека какая-то стрессовая ситуация дома. Да, у него там на попечении родственники инвалиды, да, там различные ситуации, которые могут быть, мы живем, да, то есть человек спасатель, он не изолирован, да, то именно спасательную службу. Он живет в наше же время, в нашей же ситуации, да, точно так же смотрит эти военные действия, которые идут по телевизору, да, те же самые стрессовые факторы идут. Это налагается. То есть, у нас есть такие называемые группы повышенной психологического внимания. То есть, в эту группу вносятся люди, за которыми идет, соответственно, пристальное какое-то внимание, да, и такая, скажем так, более частая психологическая консультация и психологическая помощь, чем, например, со всеми остальными. Потому что у нас социально-психологический климат и психодиагностика проводятся раз в полгода. То есть, как, в принципе, аккумулируется стресс, да, в организме человека. То есть, у человека высвобождается энергия, но высвобождается, и она остается у тебя непосредственно в самом организме. И она седает на внутренние органы. То есть, если она не выходит из тебя, то, соответственно, человек начинает болеть, как мы говорим, как физически, так и душевно. То есть, мы эту физическую боль ощущаем, вернее, душевную боль ощущаем физически, правильно? Мы ощущаем, что она где-то или там, или там, или там. А это вот как раз та энергия стресса, которая вот она высвободилась изнутри, но не высвободилась полностью из организма. Чтобы ее высвободить, значит, нужно сделать какие-то физически активные движения. Почему, возможно, у спасателя потанцевать, что-то сделать, какие-то физически активные упражнения. То есть, нужно сделать физические упражнения. Но, мне кажется, спасатели не страдают в отсутствии физической нагрузки. Вот, поэтому я вот как раз к этому и веду. Соответственно, у спасателей, когда вырабатывается стресс именно с той ситуацией, с которой они постоянно сталкиваются, но у них одновременно идут компенсаторные вот эти вот моменты с физической нагрузкой, да, которую вот они делают для того, чтобы ликвидировать ту или иную чрезвычайную ситуацию и помочь людям. Плюс к этому, как Ольга сказала, накладывается еще и мотивация. И зачастую это есть компенсация вот тех стрессовых факторов, которые у них происходят. Вы помогаете и людям, которые оказались в чрезвычайной ситуации? Конечно, надо предложить в первую очередь свою помощь, спросить, чем я могу помочь. Возможно, кому-то, кого-то надо успокоить. То есть, зависит от реакции на стресс, да? Да, зависит от реакции. У всех срабатывают свои механизмы защиты, свои стрессовые реакции. Кто-то в тупор впадает, у кого-то истерика. Бей, беги, замри. То есть, это то, что к нам пришло еще именно из природы, потому что мы дети природы, да. Соответственно, в основном люди реагируют таким образом, да. То есть, они или начинают убегать, скажем так, как избегать, убегать, да. Или они начинают, впадают просто в ступор. Они вообще ничего не могут с собой делать. При том, что ступор, он идет на всех физических вот именно моментах. Просто человек не может не сказать, не сдвинуться, ничего он не может делать, да, абсолютно. Или человек начинает быть раздраженным, гнев, мы знаем тоже, это агрессия и так далее. То есть, и вот даже первые слова зависят от того, в какой он реакции. Если у человека ступор, во-первых, его надо, он в этом состоянии слышит, слышит и понимает, о чем речь. Но он не реагирует, он ничего не делает. То есть, если разрушающее действие, например, какой-то катастрофа продолжается, он спасаться не будет. На него будет затрачено время. То есть, вокруг может побрушиться дом, гореть, все. Да, и он будет стоять на месте, то есть, тем самым... Просто брать его через плечо и вытаскивать. Да, для начала надо безопасное место отвезти, конечно, безусловно. А затем его надо как бы заземлить и вернуть в реальность, да. Какими словами или действиями? Здесь нужны определенные действия. Здесь, во-первых, человека надо посадить в удобную позу, снять обувь. Это тоже важно, чтобы человек именно босыми ногами стоял на земле. То есть, заземлением? Момент заземления, да. Это действительно, да. Затем нужно активизировать его точки. Для этого мы обычно используем кисти рук. Мы берем кисти рук, отводим большой палец наверх. Вот. И для чего это нужно? В таком состоянии начинает заводиться как бы мозговая активность. И он выходит из этого состояния? Да. И затем уже, ну, еще массажируются точки на лбу, называются они позитивные точки, которые находятся прямо над зрачками. Желательно взять, обхватить человека сзади, да, одной рукой придерживая загрудную клетку и второй рукой массируя вот эти вот точки на лбу. То есть, опять же, активизируя мозговую деятельность. И при этом, дело в том, что ступор, это все-таки такое глубокое состояние. Для того, чтобы помочь быстрее выйти, можно что-то проговаривать, какую-то информацию. Все хорошо будет когда-нибудь. Нельзя говорить все хорошо. Есть фразы, которые нельзя говорить. Слово все хорошо говорить нельзя. А что можно, почему нельзя? Здесь надо вызвать какие-то эмоции. Считается, что или положительные, или отрицательные. На практике отрицательные работают лучше. 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 Тут больше информация должна по тому, что происходит. Не потому, что было или будет, а потому, что происходит. Ну, например, если там вот именно такая ситуация идет, там спасатели приехали. То есть, вот ты проговариваешь эту информацию. Я психолог госслужбы по чрезвычайным ситуациям. То есть, ты должен понять, что спасатели уже на месте. Спасатели уже работают. Спасатели сейчас начинают искать, то есть, проговаривать ему ситуацию, чтобы он как бы раз обрел реальность. Но при этом я понимаю, что состояние ступора, наверное, ну, если человек, по крайней мере, уже не находится вот именно в эпицентре ситуации, то есть, если он в безопасности, то она, наверное, не так опасна, как если человек в состоянии истерики, либо в состоянии агрессии. Вот как с этим бороться? У нас много переселенцев приезжало вот именно в таком состоянии. Состояние, да, истерика, агрессия. И на самом деле, вот психологи, которые работали в координационном центре на железнодорожном базаре, с этим сталкивались в большом количестве и приводили людей буквально там в течение двух-трех минут в нормальное состояние. Вот как вот дайте рецепт, как привести человека в чувство в такой ситуации. Ну, опять же, здесь бывает наиболее часто, ну, уже в такой чрезвычайной ситуации встречалась всё-таки больше истерика. Истерика, нужно понимать, чем она отличается от плача, да. Истерика. Как это? Это всё-таки уже игра на публику. Это человек пытается привлечь к себе внимание. Ну, нужно отвернуться и не реагировать, как-то так? Вот, в этой ситуации, да. Первое, что нужно сделать, человека изолировать от публики. Нет публики, нет истерики, скажем так, мягко говоря. Но опять-таки надо понять, где плач. Вот тот горький плач. Который человек хочет, наоборот, разделить с кем. Да, вот который на этом самом. То есть вот здесь надо чётко понять вот эту ситуацию. И не каждый может понять, о чём я говорю, что экстремальные психологи, они вот понимают эту разницу. Потому что зачастую ты можешь подумать, что это вот та истерика отвернулся, а человеку на самом деле нужна помощь. Да, то есть, конечно, важно различать. И, то есть, если мы заканчиваем как бы с истерикой, то нужно произвести какое-то неожиданное действие для того, чтобы человека вывести из-за твоего. Хлопнуть. Да, например, хлопнуть, прокинуть стул, чем-то ударить по столу. Отвлечь. Именно вот такое резкое, неожиданное действие произвести, чтобы человек пришёл в себя. И вот ещё третья традиционная реакция – агрессия. Агрессия. Она отличается от истерики, я правильно понимаю? Конечно. Это разные реакции. Истерика – это просто… Да, истерика – это просто человек кричит, а агрессия, он на кого-то уже бросается, кого-то обвиняет. Да, это уже поиски виноватых и желание выместить свою агрессию на ком-то. Это срабатывает механизм защиты, вот именно выброс идёт физический. Здесь нужно попытаться найти работу, которая поможет ему эту физическую силу, вот агрессию выплеснуть. Например, какой-то тяжёлый физический труд – дать вёдра, носи вёдрами воду туда, аж 100 метров, или там переставь вот эти брёвна куда-то. Срочно надо переставить стол, срочно, переставь стол, возьми там кулер с водой, переставь туда, то есть раз-сразу. Дать физически, вот выместить эту агрессию. Человек, который находится уже вот в этом состоянии, либо бей, либо беги, либо замри, он себе уже помочь в этой ситуации не может или может? В принципе, может. Даже более того, и процентов там 50-70 людей сами могут переработать этот стресс. То есть они сами выходят из этого стресса? Ну, психика самостоятельно, да, это переработает, и человек выйдет со временем из стресса даже самостоятельно. Но некоторые есть ситуации, это всё зависит индивидуально от человека. Дело в том, что первое там оцепенение, оно наступает сразу, да, с момента наступления какой-то трагедии, да, или какой-то ситуации. И, ну, она проходит, и во что она разовьётся дальше? Вот как раз по поводу того, может ли человек из этой ситуации выйти самостоятельно, да, это так называемая первая психологическая помощь или саморегуляция, собственная саморегуляция, да. Вот у нас есть трёхуровневое социально-психологическое обучение, это такая программа, сюда такая объединилась группа психологов, и группа наших экстренных психологов, госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Сюда входят и школьные психологи, то есть центр именно, психологи центра. Сюда входят у нас международные психологи международного класса, это центр социальных инициатив, представители Великобритании, да, и НЛП Одесса, то есть, и почему мы взялись именно такие разные, да, вот, разные моменты, потому что способы саморегуляции, оказания первой помощи, они разносторонние, и мы таким образом обучаем людей, чтобы они могли оказать как сами себе психологическую помощь первую, да, то есть точно так же оказать вот и человеку сразу, который находился, да. Вот знаете как, мы все знаем, например, да, что если мы поранили ранку, да, то её нужно что, помазать зелёнкой, ну, антисептиком каким-то, да, и тогда всё будет в порядке, ранка заживёт, и всё будет хорошо. С душевными ранками точно так же? Да, мы почему-то не обращаем внимание на вот как раз эти душевные раны, потому что если у тебя, скажем так, минимальная какая-то, да, такая стрессовая ситуация или травмирующее событие, мы почему-то не думаем, что надо что-то с этим делать, чтобы потом это не накладывалось, а оно же потом накладывается одно на другое, на третье. Знаете, как я всегда привожу пример, вот если человек, например, шёл-шёл, упал, сломал ногу, да, он же не идёт на следующий день играть в футбол, его подумают, что он, ну, сумасшедший, ну, у него же нога сломана, он идёт играть в футбол. А почему-то мы думаем, что если человек пережил травмирующее событие, то он может сразу взять себя в руки, да, моментально взять себя в руки и пойти и делать. И преврнулся в нормальной жизни. Делать, будто бы ничего этого, ну, с ним абсолютно ничего не случилось. А по большому счёту в таких психологических моментах нужен тот же режим, что и в физических моментах. Вот они, определённые психологическая первая помощь. То есть если у тебя уже есть какое-то травмирующее событие, нужно что? Оберегать себя от остальных травмирующих событий, правильно? Нужно дать зажить, понять, извлечь из себя, в том числе и физически. Нужно выговорить, во-первых, это физическое, вернее, травмирующее событие. А потом уже, соответственно, приходить в какой-то такой, поберечь себя. Я так думаю, что это действительно очень важно понимать, если, ну, например, близкие оказались в какой-то ситуации. То есть, ну, ситуации действительно в жизни бывают разные. И, ну, очень важно понимать, что происходит с близким человеком, с родственником. Это первая психологическая помощь. То есть не профессиональный психолог, да? Это первая психологическая помощь. Это важно знать каждому, потому что наша жизнь действительно полна стрессов. Да, именно так. Ну что ж, я благодарю вас за эту беседу, за эту встречу. Я уверена, что это очень полезные советы для каждого из нас, потому что жизнь иногда готовит сюрпризы, и важно к ним быть готовым. Я благодарю за эту беседу. И напомню, что в гостях у нас были начальник отдела социально-гуманитарной работы и психологического обеспечения Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Майя Гринько и старший психолог службы Ольга Булгакова. Субтитры создавал DimaTorzok